соблюдали праздники до иисуса но соблюдение праздников не сделала их праведниками потому что спасение именно в иисусе христе и библия говорит ранами его мы исцелились когда взяли иисуса согласно историю делали такие удары 39 40 без одного это ударе такие были что когда они бьют тебя там концы какие-то штучки похожи на гвоздики и они бьют и раздырают кожи когда они закончили с ним такие ранее и ранее эти он принял с одной целью только что когда я буду волной я приду к нему и скажу бог исцели меня есть основа для моего исцеления не напрасно били иисуса не били его чтобы я когда рак пытается меня убить когда трубокулоз когда гепатит когда спит когда паралич когда слепота даже возможно по твоей вине все это есть твоей жизни все равно он принял все это они смеялись него они плонули ему в лицо унижали его для того чтобы я имел достоинство божие в нем он взял на себя наказание моего мира для того чтобы когда волнение придут сложность придут я в нем могу иметь мир в сердце своем иисус страдал за меня чтобы мой дух чтобы моя душа чтобы мое тело они были полноценными я хочу вам напомнить не напрасно умер иисус если вы сегодня призову призовете его ваши грехи будут упрощены и ваши болезни будет исселены и ваша душа будет свободна вот как один человек мне сказал хорошо но насколько бог силен чтобы он мог совершить это в наше время ведь наше время до время науки современности неужели в таком современном времени может бог еще такие вещи творить среди людей бог не миф истории многие люди сравнивают господа бога живого с мифическими богами греческими или наши перуни украинские и так дальше и получается что они начинают смотреть на бога как один из вот я приехал в индии 300 миллион богов я говорю я приехал бы иисус и говорит это какой из этих богов нет ни один из это единственное помене вот они чего он нет а а а а а а а а Продолжение следует...